и снова здорово итак мы проходим мануальную терапию сейчас будем работать с коленом но сначала в прошлом видео я показывал про бедро да мы все время бедро выдергивали вверх получается и в эту позе и в этой и в этой да если она у нас вот прощупывается сбоку ниже чем с этой стороны но если она прощупывается выше то значит сустав ушел вперед и нам надо толкать в обратную сторону это удобно делать сыпать полной стороны помним что вот так под 45 градусов находится забедренный сустав разворачиваем клюну бедро бедренкость получается так подвергался и туда сначала и расшатали на все стороны протолкали и теперь раскладывай вот так раз прицелились и всем корпусом видите вот я уперся вот туда прям вдоль бедра толкаю по 45 градусов вниз и назад почувствовал да но вот класс теперь с коленом берем изначально везде 40 90 градусов углы держим за колено и потихоньку такого разминаем и только щупают у кого чувствует где-то скрипит что-то где-то где не теряется что-то чашечка ходит не ходит до сюда растягивали во все стороны да немножко обстребской попружинули чашечку сюда внутрь медиально вверх вниз саму ногу сзади растянули за пятку взяли упор предплечье один в колено и тянем задние все мышцы сухожилия вот до поясницы таки и теперь вот такой заход и сажаем человека лотоса другой рукой придержим колено чтобы не поднимал вот позу полу лотоса то есть у нас бедра кость должна быть перпендикулярно позвоночнику параллельно столу повторите перпендикулярно позвоночнику параллельно столу о молодец в эту сторону и в обратную сторону перехватываем и об свой живот вот туда тянем болевой здесь тянутся вот эти мышцы их тоже можно выщипнуть сухожилия где они крепятся к тазу так прикладываем руку лагонь с ладонью на нас оценим а эти мышцы с этим присутствуют чувствуешь большим пальцем можно щелкается на сухожилия так ну и когда прощелкаем выдерживаем саму коленку подложили потому что им есть тоненькая если что-то толсто подложить это будет болевой прием поэтому либо ладонь либо лечу и кости с локтевой 1 1 и чикар или вот так теперь может возник стопу щелкнуть захватились за стопу противовую сторону и расшатываем чашечку далее под таким углом теперь начинаем править мениске есть натуральный мениск надо сгибаем и ищем где берцовку заканчивается туда за ней натуральный мениск указательным пальцем прижали его дошли до предела и палец на нас стопа как рычаг противовую сторону и медиальный мениск также с этой стороны уже большим пальцем нащипываем его где он сгиб заканчивается и поставили само колено теперь захватили плотно до заберцовую кость этого козобедренную в разные стороны будем это на нас это от нас в кости мы упираемся не в кожу после костная крапивка вот раскрутили расшатали и потом туда и в чашечку поставили так это колено с этой стороны теперь колено когда мы лежим наоборот разворачивайся даже лицом сюда уж берем колено потолкали его потянули вверх взяли колено и также покрутили берцовую кость туда бедра на себя в разные стороны растяжение так теперь распорку поставили через нее могу раз раз протаскиваем вот наша рука упирается здесь сюда только смотришь не сухожилия будет больно да и не в болевую точку тут будет тоже больно как-то мы не маник целимся да чтобы и через свою руку растягиваем колено если вам руку неудобно да можно придумать кое-что другое ловите лайфхак через мячик теннисный убираем его туда прям подсорок раз и через него много хорошо так лучше да и мягче и растягивается и растягивается да так что у каждого мануалиста должен быть свой мягкий теннисный мяч но нам поможет да там например прокатывать грушевидные мышцы это будет мягче по спине также тоже может пройтись вместо локтя до вместо локтя и через свой мячик может быть мягче так что ловите лайфхак гудвина ну и сам прием значит ставим руку вот вот это косточки до локтя прямая линия не днем никак не так не так не вот так вот прямо в этом время воткнулись по 40 градусов колено и наша рука нависает на проекции бедренной кости бедренной кости наш полигональ видео да вот это рука раскрывает коленку нащупал когда она слабенькая уже не напрягается и к копчику примерно туда быстренько кивали рука навстречу идет а было все вот со второго расчетка выйти с первого не получилось когда он сказал а и расслабился он потерял длительность я тут раз и догнал то есть тут в осенне эти приемы ловит такой момент когда человек полностью не контролирует себя что мы смогли провести приемы иначе он будет сопротивляться ну а так что нужно отрабатывать друг на друге молодцы что смотрели нас на лучше вам быть здесь и все отрабатывать нам практики пока пока